Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова. И сегодня в нашем выпуске. Кроме того, в настоящее время собраны материалы и направлены на возбуждение. В марте будет принято решение о возбуждении главных дел. Совещание по противодействию коррупции прошло сегодня в Азове. На этом мониторе показаны все данные по ветру, направление, скорость, порывы в метро в секунду. Всемирный день метеорологии. Был дом и нет дома. Житель города Азова может лишиться земельного участка и строения. 440 азовчан из 2000 опрошенных готовы заявить о фактах коррупции. При этом за первый квартал 2016 года возбуждено всего 4 уголовных дела. Как убедить население, что одолеть это зло мы сможем только сообща, обсудили сегодня на комиссии по противодействию коррупции. Подробностью Татьяна Ивашенко. Сегодня под председательством главы администрации Азова Владимира Рощупкина состоялось заседание городской комиссии по противодействию коррупции. По информации начальника межмуниципального отдела МВД России Азовский Сергея Донского, за три месяца текущего года выявлено и возбуждено 4 уголовных дела коррупционной направленности. Коротко, по фабулам без особых расшифровок, я расскажу, что это уголовное дело по статье 159 части 3. У спецмаш, там руководитель привлекается к ответственности, это уголовное дело по статье 159 части 4. Такого же акционерного общества, уральские срубы, мошенничество на сумму более миллиона рублей. Руководитель привлекается к ответственности, оба они привлекаются за преступления в негосударственном секторе экономики. Также возбуждены два уголовных дела в отношении государственного учреждения, Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Кроме того, в настоящее время собраны материалы и направлены на возбуждение. В марте будет принято решение о возбуждении уголовных дел. Еще два должностных лица, это в отношении должностных лиц, работающих в МП АЗОВ, Водоканал. И, значит, в отношении будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении одного из глав поселений. Есть закон, по которому должностные лица обязаны сообщать своему руководству или правоохранительным органам о фактах склонения к коррупционным преступлениям. Судя по отсутствию подобных заявлений, в этом отношении в городе все благополучно. Потому как складывается такое мнение, что или у нас в городе Азове мы построили коммунизм, в отдельно взятом городе, и фактов коррупции у нас нет, или все, кроме полиции, прокуратуры кого-то, не заинтересованы в выявлении таковых факторов. Впрочем, от горожан подобных заявлений также не поступало. Возможно, никто не сталкивался с фактами вымогательства, и присказка «не подмажешь, не поедешь» стала пережитком прошлого. Если бы такие факты от людей к нам поступали, мы моментально бы на них реагировали и реализовывали. Перестраивать очень часто это трудно, потому что люди живут, мнение людей в основном такое, вот мне здесь дальше жить, я не хочу быть тем, с кого все начнется. В рамках муниципальной программы по борьбе с коррупцией администрации обеспечено проведение мониторинга, опрошены порядка двух тысяч представителей разных социальных слоев города. Анализ полученных данных показывает снижение значений по показателю наличия факта коррупции в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 4%, с 2014 годом на 14%. Понижение данного показателя произошло во всех категориях опрашиваемых граждан. В общем соотношении с коррупцией в федеральном или региональном органе власти сталкивались 28% опрашиваемых, 72% с коррупцией в федеральном, региональном либо муниципальном органе власти не сталкивались. Начальник отделения ФСБ России по Ростовской области в городе Азове Сергей Буряк отметил, что 22% респондентов высказали готовность заявить о коррупционных проявлениях. При этом на данный момент возбуждены всего 4 уголовных дела. Какие меры запланированы вами по результатам рассмотрения вот этих материалов? То есть для чего это исследование проводилось? Мы слышали цифры, увидели тенденции, какие меры запланированы? Для чего потрачены деньги из бюджета? Комиссии принято решение разработать комплекс конкретных мероприятий с учетом формы контроля их реализации. Возможно, это приведет к изменению нынешней ситуации, что отразится в мониторинге общественного мнения за 2017 год. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Помимо коррупции, сегодня в городской администрации обсуждали и проблему собираемости налогов. На сегодняшний день казна города недосчиталась 144 миллионов рублей. В городской администрации состояло заседание Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей. Открыл работу Координационного совета глава администрации города Владимир Ращупкин. На 1 марта 2017 года задолжение составило уже 144 миллиона рублей. И по сравнению с недолгой на начало 2017 года, как я сказал, там было около 103 миллионов, размер задолженности вырос практически на 40%. Владимир Ращупкин обратил внимание присутствующих на состоянии дорог в Азове и плавно перешел к теме задолженности предприятий, которые должны оплатить налоги до 1 апреля. Устраивает ли выкнули сегодня состояние дорог в городе Азове? Вот видите, качайте головы нет. Понятно. Но от меня тоже не устраивает. Но прежде чем я вам слово всем предоставлю, я просто очередной раз хочу напомнить и обратить ваше внимание, что выполнение расходных обязательств, в том числе и обязательных полномочий, которые возложены на муниципалитет, сегодня во многом зависят от тех решений, тех действий, которые предпринимают предприятия непосредственно, и в том числе от тех обязательств, которые они на себя взяли в силу закона. То есть обязательства по оплате налоговых и неналоговых платежей. Среди неплательщиков 15 предприятий. Только представители 6 из них пришли рассказать о предпринимаемых мерах. Так, руководство ООО «Континент» отчиталось о задолженности по налогам на прибыль, которая составила 4 миллиона 87 тысяч рублей. Среди должников ООО «Квасвит» налог на доходы физических лиц составил 3 миллиона 351 тысяч рублей, плюс невыплаты заработной платы 120 сотрудникам за два месяца. За ООО «Пиккомпозит» задолженность по налогу на прибыль организаций 2 миллиона 583 тысяч рублей. Итого сумма довольно приличная. Будут ли погашены долгий срок, покажет время. А пока городская казна пустая. Людмила Грихина, Валентин Сираж, Юрий Друзякин, Азуфин Фон. Так называемый культурный слой стал причиной конфликта между Министерством культуры и семьей Гариновых. На участке, который выделили органы опеки и попечительства для многодетной семьи, нельзя ни дерево посадить, ни дом построить без согласования с Минкультом. Семья вынуждена была покинуть свой дом и в настоящее время снимать жилье. В ситуации разбирались наши корреспонденты. В редакцию 5 канала обратился азовчанин Владислав Гаринов, возмущенный незаконными, по его словам, действиями со стороны представителей Министерства культуры Ростовской области. Владислав Гаринов – владелец земельного участка по адресу улица Московская 1 с расположенным на нем зданием. В 2015 году городская администрация выдала разрешение на реконструкцию ветхого дома, к которой он приступил в начале 2016-го. Вскоре поступило предложение передать представляющую историческую и археологическую ценность участок Министерству культуры. Предложенную за это сумму Владислав посчитал несоразмерной реальной стоимости земли и отказался. После этого, по его словам, начались неприятности. Например, пришла специалист отдела культуры Мальцева Мария Сергеевна и выписала постановление о административном правонарушении. По статье 7.13 Кодекса административных правонарушений штраф до 200 тысяч рублей. Правонарушением явилась установка двух столбиков по типу колонн в новой части дома. Азовчанин обратился в суд, который не выявил никаких незаконных действий. Однако в силе остаются предписания о запрете любой хозяйственной деятельности на земельном участке, которое Минкульт категорически отказывается отменить. Владиславу Гаринову известно, что по закону он не имеет права проводить на участке земляные работы глубиной превышающей 30 сантиметров. Ну так как я специалист по строительству, я 6 лет учился в Испании, поэтому я взял и реконструировал свой дом с применениями современных технологий. Мой дом находится на земле, никаких земляных работ я не проводил. Это установлено судом, это установлено экспертизой. Почему стала возможна ситуация, когда выданный муниципалитетом разрешительный документ противоречит министерскому предписанию? Оптимальное решение для всех сторон конфликта пока не найдено. Редакция Пятого канала продолжит следить за ходом развития создавшейся ситуации. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Сегодня Всемирный день метеорологии. Не секрет, что от компетентной работы метеоролога во многом зависит не только экологическая ситуация в стране, безопасность на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф, но и стабильное функционирование целых отраслей экономики. И, конечно же, самочувствие миллионов людей и их психологический комфорт также нередко связаны с точностью и оперативностью прогнозов сотрудников данного ведомства. Метеорологические наблюдения ведутся в Азове, начиная с 19 века. Данные об этом находятся в архивах Государственного фонда. Аданская Устьевая станция ведет свое летоисчисление с 1958 года. В 2018 она отметит свой 60-летний юбилей. В настоящее время в штат станции 30 сотрудников. Это гидрологи, океанологи, гидрохимики, наблюдатели за качеством воздуха в городе и воды в водоемах. Помимо этого Данская Устьевая станция имеет свой флот. Этот флот, конечно, регулярно меняется, обновляется. На данный момент у нас три единицы флота, три судна. Мотобот «Гроза», научно-исследовательское судно «Гидрофизик» и научно-исследовательское судно «Росгидромет-10». Елена Сулименко начальником Донской Устьевой станции трудится 10 лет. А стаж ее работы в этой организации 33 года. После окончания Ростовского метеорологического техникума по распределению приехала в Азов, да так и осталась. Основное качество, которое отличает всех сотрудников станции и ее в частности, это любовь к природе и романтика в душе. Профессия подразумевает наличие водных командировок, в ходе которых берутся опробы воды в Дону и Таганрогском заливе. Такие выезды на природу могут длиться до 7 суток. Но все работники, все специалисты гидрометслужбы, Донской Устьевой, мы, не только это мое мнение, это мнение всего коллектива, что в душе мы романтики. Потому что зарплаты у нас в принципе небольшие, а мы бюджетники. И без романтизма здесь работать невозможно. Но ту красоту, которую мы видим при выполнении своих обязанностей на Дону, в полях, в Таганрогском заливе, несмотря на все минусы, которые могут быть в работе, это незабываемо. Благодаря научно-техническому прогрессу большая часть работы сегодня выполняется автоматически. Во дворе установлена метеорологическая станция, все показания ее отражаются на компьютере, обрабатываются и отправляются в ростовский гидрометцентр для дальнейшего прогнозирования. На этом мониторе показаны все данные по ветру, направление, скорость, порывы в метрах в секунду, температура, влажность воздуха, давление атмосферное, температура почвы, осадки, если они выпадают. Вся эта информация кодируется в телеграмму и отправляется в кодированном виде в ростовский гидрометцентр. Но машины хоть и выполняют свою запрограммированную функцию, труд человека заменить сложно. Особенно важно, когда его отмечают на высоком уровне. В связи с профессиональным праздником Федеральной службой гидрометеорологии за многолетний добросовестный труд была награждена одна из сотрудников станции Елена Хорошенькая. Проходила здесь практику как раз у Елены Александровны. Как бы прикипела душой к коллективу. И до сих пор мы такой дружный коллектив, что мы не можем друг без друга. Даже так вот. И как бы, не знаю, очень нравится. Теперь уже могу сказать, что очень люблю эту работу. Одна из старейших сотрудников Донской устьевой станции Лариса Иванова. Родилась в Молдавии. В Ленинграде окончила метеорологический институт и приехала стажироваться на Дон. На сегодняшний день ее стаж работы в Азове составляет 40 лет. Знаете, я приехала когда в Азов. Тут такая красота. По реке приехала на метеорий. Встретили меня. Поднялась на крепостной вал. В Азов, бульвар. И все. И меня так очаровал этот город. А потом, когда я попала на станцию работать, и мы устье, мы же устье, реку Дон, Даганрогский залив, все. Это такая красота необыкновенная. В общем, я не знаю, я не жалею, всю жизнь не жалею. Потому что она в действии, она интересная эта очень работа. И приносит какую-то пользу. Мы надеемся, что приносит пользу. Потому что мы изучаем воду, проверяем ее чистоту. Помимо специалистов, дневники наблюдений за погодными явлениями ведут и любители. Одна из них Нина Николаевна Семенченко. Свои записи температуры воздуха и атмосферного давления она ведет в 1992 года. Раньше это было необходимо для работы, так как преподавала природоведение в школе, сейчас для самоорганизации. За несколько лет я могу, например, отметила самую высокую температуру. Это было 41,5 градус. До 42 градусов не дотянуло. Но это же в тени, в затяжке. У меня термометр висит на одном и том же месте в течение 48 лет. И все время по этому термометру. Мне иногда говорят, что была другая температура. Я ничего не знаю и отмечаю по своему термометру. Нина Николаевна сама себе метеоролог. Благодаря своим наблюдениям она четко знает, какая будет сегодня погода, невзирая на официальный прогноз синоптиков. Это помогает всегда узнать погоду и для здоровья, и для одежды, и для планирования всяких мероприятий. Конечно, это помогает. Мне, например, очень здорово, я точно определяю по давлению. Вот если идет повышение давления, ясно, что дождя уже не будет, чтоб не говорили по какому каналу. На съемку Нина Николаевна пришла уже со свежими записями. И на вопрос, что нам готовит сегодня погода, у нее был четкий ответ. Вот я, например, сегодня записала. У нас сегодня самое, что есть нормальное давление, 760 миллиметров. Эта погода будет самая, что есть нормальная. И, скорее всего, будет ясно, что дождя не предвидится. По моим данным, не предвидится дождя. И на самом деле, на протяжении всего сегодняшнего дня светило яркое солнце. Екатерина Четверякова, Александр Истомин, Азов.Инфо. 1 января 2016 года на Азовский рынок управления многоквартирными домами вошла управляющая организация под названием Петровская. За год и три месяца работа число обслуженных домов увеличилось в пять раз. Чем новая компания заслужила такое доверие собственников, выяснили наши корреспонденты. Чуть более года назад, когда управляющая компания Петровская приступила к работе, в управлении было шесть домов. Сейчас их уже 30. 26 в Азове, 4 в Азовском районе. Генеральный директор Олег Власов объясняет такой достаточно заметный успех наличием основательной современной технической базы для обслуживания домов с собственной аварийно-диспетчерской службой. Стоит отметить, что у нас действует в круглосуточном режиме аварийно-диспетчерская служба. На рынке Азова есть управляющие компании, которые не имеют собственной аварийно-диспетчерской службы. У нас она имеется именно наша. То есть работают в ней наши сотрудники, обеспеченные всем необходимым для оказания помощи в аварийных ситуациях, устранения аварийных ситуаций. А самое главное, в компании работают высококлассные опытные специалисты, которые любят свою профессию. Я могу отметить начальника участка Мещерякову Татьяну Петровну, которую в Азове очень многие знают как хорошего специалиста. В свое время она была и главным инженером компании, которая работала в сфере ЖКХ. У нее опыт работы более 20 лет. В частности, также еще стоит отметить инженера по жилищному фонду Андрееву Галину Владимировну, которая проработала тоже в управляющей компании и в департаменте ЖКХ и ТС работала. Стоит отметить, что и сам руководитель далеко не новичок в данной сфере. Он участвовал в создании ТСЖ «Петровская», председателем которого его избрали. Олег Валентинович рассказал, как родилась идея создать управляющую компанию. Люди, проходя через наш двор, довольно-таки большой, обращали внимание на содержание, в каком виде там содержится этот дом и этот двор. И приходили постоянные предложения, возьмите на обслуживание наши дома. Мы не могли это сделать, потому что по законодательству сейчас запрещено брать на обслуживание, если эти дома не находятся рядом друг с другом, не имеют общей коммуникации и так далее. Вот поэтому появилась идея создать управляющую компанию, что мы и сделали. И набрали, набираем и будем набирать дома на обслуживание. Поэтому неудивительно, что со старшими по домам, с председателями советов домов, у компании сложились хорошие доверительные отношения. Собственники дома номер 30 по улице Московской сменили не одну управляющую компанию, пока в прошлом году не остановились на Петровской. По крайней мере, у нас двор убирается. Плюс еще, я вам скажу честно, что у нас моются подъезды. Это большое значение, потому что пожилых людей очень много. Они платили каждый месяц по 100 рублей. Сейчас это у нас входит в содержание жилья. Особенно Тамара Паранюк отметила оперативное реагирование на жалобы и просьбы собственников. Это решается очень быстро. У нас в каждом подъезде внутри висят адрес, телефоны, аварийки. По первому звонку у нас аварийки всегда приезжают. Это не проблема в любое время, потому что есть дежурные аварийки, которые и по ночам выезжают, и днем выезжают, и выходные, и в праздники. Вот мы в этой компании у Олега Валентиновича Власова уже год, больше немножечко года. Но мы довольны работой этой компании, находим всегда общее соглашение с ними. Поэтому за это время наш двор немножко намного преобразился, стал лучше. В первую очередь у нас была очень большая проблема. С первого по пятый подъезды не было горячей воды и плохое отопление. С приходом этой компании, мы очень долго обращались в старую компанию, нам, в общем, говорили, что нельзя, там что-то надо дополнительно делать. С приходом этой компании у нас жильцы очень довольны этих подъездов. Они всегда с горячей водой и с отоплением. Всего-всего надо было поставить только два насоса. Чем же отличается управляющая компания Петровская от остальных управляющих компаний, которые в последние годы наводнили город? На этот вопрос Олег Власов ответил так. Наше основное отличие в том, что мы стараемся оказать как можно более качественную услугу. Идем на, ну, откликаемся, стараемся своевременно и качественно откликаться на пожелания собственников, которые обслуживаются у нас, дома, которых обслуживаются у нас, или которые хотят к нам прийти на обслуживание. Вот. Иногда даже мы стараемся удовлетворить эти пожелания, просьбы, хотя это вне нашей компетенции. То есть мы не обязаны это делать, но пытаемся сделать так, чтобы собственник ушел отсюда довольным. Компания управляет и домами-новостройками, и принадлежащими к старому жилому фонду. Для этого есть все необходимое оборудование, а сотрудники готовы приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверие, оказанное собственниками, которые выбрали управляющую компанию Петровскую. Приходите к нам с удовольствием. Удовлетворим ваши просьбы, пожелания. Именно по новому адресу сейчас управляющая компания переехала в новый офис. Ленинградская, 73. Вот. Ну и ждем на обслуживание новые дома. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 24 марта ожидается облачная погода. Небольшой дождь. Температура днем плюс 10-13, ночью плюс 1-3 градуса. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Влажность воздуха 75%. Уровень воды в реке Донна 63 сантиметра выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 3 градуса. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова